И всем привет дорогие друзья, с вами Георгий, канал PlayGeorge. Ну что же, вчера появилась информация о том, что Алане ведет переговор с Загоевым. Слава богу, а то я уже подумал, что не собирается Алане его приобретать, потому что достаточно давно уже ходили слухи, что мы собираемся его купить, потом как-то все затихло. Вот вчера опять появилось. Гуриев сказал, что ждут ответа от Алана. То есть ему предложили контракт, но ждут от него ответа. Я очень надеюсь, что он согласится. Он сам сказал, что хочет домой. Но вот как раз таки это был бы идеальный для него вариант вернуться домой и начать выступать за Аланию. Гуриев сказал, что в ближайшие пару недель думает, что все решится. Еще оказывается у Алана есть предложение от Химок. Но вот тут есть опасность, что Загоев может перейти в Химки, потому что Химки все-таки в РПЛ, а Алань это в ФНЛ. Но с другой стороны сказал, что хочет домой. А его дома в Дикавказье, а не в Химках. Поэтому может он перейти и в Аланию. Тут вот пока что непонятно. Ну в ближайшие пару недель это получается где-то 13-14 июля уже должно все решиться и станет известно, перейдет он или нет. Но я лично, конечно же, очень хочу, чтобы Алан Загоев перешел в Аланию. А что вы думаете по этому поводу? Мне очень важно ваше мнение. Хотите ли вы, чтобы Алан Загоев перешел в наш клуб или нет? Кстати, еще недавно появилась информация, что Абрамович опроверг информацию о возможной покупке московского Спартака. Я, если честно, очень сильно этим разочарован. Вот я не понимаю. То говорят, что Абрамович собирается купить клуб Спартак. Потом тут же сам Абрамович эту информацию опровергает. Я вот это не понимаю и я такое ненавижу. Я очень жаль, я очень надеялся, что наконец-таки в Спартаке будет нормальный владелец. А на мой взгляд, по моему мнению, это лучший футбольный, так скажем, владелец клуба в мире, на мой взгляд. Может, я ошибаюсь, но он тогда из Челса сделал конфетку, они выиграли все, что можно. И я надеялся, что он купит Спартак и примерно то же самое сделает и с ним. Но, увы, он это опроверг, поэтому не будет Абрамовича в Спартаке. Ну что ж, ждем ответа Алана. Две недели. Ну, я думаю, что две недели это относительно, это, образно сказано, может быть, и пораньше все решится. Но, в любом случае, я безумно был бы рад, если бы Алан пополнил ряды Алани. Ну что ж, вот такие вот две новости. Одна хорошая, другая про Абрамовича плохая. Ну, может быть, он какой-то другой российский клуб захочет купить. Я, в принципе, был бы рад, если Абрамович купит какой-либо российский клуб. Может быть, допустим, там, ЦСКА, в котором сейчас проблемы за два матча, ноль мячей с новым тренером. Или там, или Локомотив, или Динамо, или Краснодар, Сочи, кому-нибудь из наших клубов, я был бы безумно счастлив. Или Аланию. Ну, в Алании нормальное руководство, в отличие, допустим, от Спартака. Поэтому здесь смена владельцев как раз-таки, я считаю, не нужна. Ну, а на этом все. С вами был Георгий, канал PlayGeorge. Всем удачи и всем пока. Спасибо.